Слушай, когда я говорю, у меня на тебя смотреть в камеру лучше, ни одного прокола. Грубо говоря, твоя вся энергия, которую ты вкладываешь в педали, она к тебе возвращается, это какой некий кэшбэк, типа карбоновая вилка. Это карбон. Это карбон. Этот велосипед, наверное, не стоит своих денег. Тридцать грамм. Тридцать грамм. Потому что... Твое сердце уже здесь. Мое сердце уже здесь. Или это такая сумма большая, что ты закашлялся? Слушай, нет, мне что-то попало. Друзья, рад всех приветствовать на канале 26 колесо. Сегодня у нас встреча в необычном месте. На самом деле это байкчек, он же обзор велосипеда, он же беседа с интересным человеком, с его владельцем. Мы сейчас находимся в веломагазине. Предыстория краска очень такая. Я долго гонялся, искал на обзор вот этот велосипед автор Ronin SL. На самом деле это такой довольно-таки редкий велосипед, найти его не так-то просто. В итоге мы волею судеб познакомились с владельцем, договорились о байкчеке, и он мне говорит, приходи в мой веломагазин на этот байкчек. Я так немножко удивился. На самом деле приятно удивился, потому что приглашение в свой веломагазин, это, как вы понимаете, очень классно. Поэтому мы сейчас находимся в магазине Велобосс. Все жители Санкт-Петербурга, я думаю, без труда знают этот магазин, потому что он находится в центре, в самом центре. Тем более, здесь всегда рой из покупателей, из потребителей. Курьеры здесь атакуют постоянно этот веломагазин, потому что это такая тема центральная. Курьеры, я думаю, знают этот магазин вообще лучше всех. Так вот, мы сейчас находимся в магазине Велобосс и беседуем с замечательным человеком, владельцем вот этого самого Ronin SL, которого зовут Хаш. Хаш, привет! Приветствую! Вот, поэтому сегодня на канале у нас будет такой, я думаю, больше, наверное, разговор, хотя, ну, велик, конечно, мы тоже отснимем, вам покажем. Давайте сразу, не отходя куда-то далеко, Хаш, почему у тебя появился этот вот замечательный велик? У меня опыт с велосипедами мой очень давнешний, катался на разных велосипедах, попробовал практически все, хотелось что-то универсальное и уже надолго. Потому что я менял велосипеды, соответственно, понял для себя, что мне нужен именно гравел, чтобы это было комфортно и чтобы я мог преодолевать любые поверхности, то есть это может быть лес, это может быть пресеченка, асфальт, грунт, все что угодно. И у меня давно была мечта поехать куда-то далеко на велосипеде. И мечту я эту осуществлю, я хотел поехать в Санкт-Петербург в Дагестан и, в общем, искал себе велосипед. Меня привлекло в этом велосипеде то, что этот велосипед называется Ronin. Когда я начал гуглить, что такое Ronin, понял то, что это самурай, который потерял хозяина, в общем, я понял, что это мое. Хотелось, конечно, ну, это, наверное, не самый стильный велосипед, это на любителя. Элегантные трубы, там, может быть, не суперсовременный, кто не в теме, кто в теме, понимает, что это максимально современный велосипед с нормальным оборудованием. В общем, он ответил всем моим запросам, потому что там стоят нормальные подключатели, рама стоит, ну, как бы, из трубы Рейнольдс топовые. Соответственно, нормальные стояли колеса, я перевел их на герметик. Полностью крутой обвес. В общем, полностью крутой велосипед. Так намечался Мичунинский марафон, мне нужен был байк. И, наверное, скорее всего, вот это повлияло на мою такую прям сразу покупку. Хотя я сперва хотел купить себе МТБшку. Мириду Сайликс. А, Сайликс. Дмитрий, директор нашего магазина, он тоже сидел, смотрел, когда же она появится. В общем, когда я купил себе After Ronin, поехал на нем Мичунинский марафон. Я его подготавливал. И Дима просил, говорит, дай прокатиться. Он проехал до Фонтанки и просто умолял меня, Харфордай мне этот велосипед. Я его хочу. Кстати, ты сказал про Мичунинский марафон на Гревеле. Мы сейчас к этому вернемся немножко. Давай немножко еще отойдем назад. Ты был человек, который уже надумал про покупку Гревела. Естественно, ты мониторил рынок, ты искал велосипеды, ты там следил. Какие были вообще кандидаты? Как обычный, скажем так, человек, который не особо в теме именно турингов Гревелов. Хотелось купить какой-то унижальный велосипед. И у всех на слуху, там, купи Гревел, купи Гревел. Я начал искать, смотреть в интернете, кто на чем ездит. И начал, естественно, смотреть, что более-менее выгодно. И, соответственно, смотрел из-за наличия. Не было Меридас Аликс, но он самый стильный. Он там завоевал много разных номинаций именно по дизайну. По оснащению как бы тоже, но его не было в наличии. Был Марини Кассио. Марини Кассио, но это попозже велосипед. Тоже классный велосипед. Мне привлекло в нем то, что он, в принципе, похож на Авторонин чем-то. Трубы такие элегантные, а-ля олдскул, скажем так. И было много бонок. На тот момент я не понимал, зачем эти бонки нужны. Но я сейчас, наоборот, понимаю, что эти бонки, в принципе, мне не нужны. На тот момент я думал, что я куплю себе байкпакинг, обвешиваюсь всякими сумками и поеду прям сурово, куда-нибудь далеко. Прям реально, чтобы всех удивить. На Марине? Да. На Марине. На Марине. Он мне понравился, долго смотрел, мне нравился его цвет. В общем, и особо не вникал в технические характеристики. Не Катю, это совсем простой велосипед. Это прям простенький, это просто обычный туринг. Я думал, что, ну, зачем мне, допустим, замораживать деньги. Я, как бы, человек, как бы, коммерсант. И, в общем, хотел что-то такое недорогое и, в принципе, стильное. Повторюсь, у меня до этого был велосипед, этот самый, Старкшутер. Я на нем дропал, экспериментировал. Мне такая агрессивная еда, в принципе, нравится. И он под тобой умер или нет? Он потом не умер, я его разобрал, чтобы покрасить. Он уже стоит у меня четыре года. Понятно. Собрал, кстати, на него колеса. Не суть. Я начал вести социальные сети, и мне нужен был контент. Первое, что было у нас в ближайшее соревнование, это были у нас старт Мичунинский марафон. Я купил слот, но у меня не было велосипеда. Шикарно. И вот этот момент, он меня прям подтолкнул. Я посмотрел в прайсе, увидел этот велосипед, увидел в своей ростовке. Я, кстати, купил его в 56-й раме. Чуть-чуть больше, чем надо было. Да, да. И просто так совпало. Я не верю в случайности, но это прям... В общем, Димон, директор нашего магазина, он выше меня. Я купил 56-ю раму. Понял, что он мне чуть-чуть великоват. И в глубине души немножко расстроился. Что я велосипед уже покупил, проехал на нем Мичунинский марафон. Я уже не вернул там ничего. Ну, значит, думаю, буду немножко интегрироваться под этот велосипед. Соответственно, когда я его начал настраивать здесь, Димон на него сел. Димон влюбился в этот велосипед. И он говорит, что это моя рама. Я его, кстати, не уговаривал. Он мне говорит, Хаш, продай мне этот велосипед, пожалуйста. Это, кстати, было всего два велосипеда, которые были в Санкт-Петербурге. И вообще, в принципе, в России. Официально. Были в Калининграде, но это другая история. А скажи, пожалуйста, когда ты выбирал этот велосипед, давай сейчас не будем озвучивать твою дилерскую скидку, сколько он тогда стоил на рынке? Он вроде что стоил 211 тысяч, по-моему. 211 тысяч. Сколько стоил с Аликс тогда? Слушай, с Аликс, слушай, там они разные были. Ты какой смотрел? Я смотрел, по-моему, 600-ый там был. 6 тысяч, 7 тысяч? Да, 6 тысяч я смотрел. Слушай, не помню, он тоже около 160-170. Подешевле? Подешевле. Чуть-чуть дешевле, да, вроде бы. То есть этот велосипед даже стоил дороже, и несмотря на это, все равно на него засмотрелся. Да. И давай сразу немножко забежим в настоящее время. Сейчас, в принципе, его даже и в наличии нет, но даже если он вдруг появится, он будет стоить сколько примерно? Сейчас, в 2022 году, сейчас у нас в мае месяц, конец мая, со всеми вот этими историями он стоит 315 тысяч, по-моему. Ты специально закашлялся? Нет. Или это такая сумма большая, что ты закашлялся? Слушай, нет, мне что-то попало. 315 тысяч за велик, это много. Слушай, это не дешево для велосипеда, но в наших реалиях, наверное, как бы норм. Но это не точно. Кстати, этот велосипед, ну, я думаю, ты не ощущаешь себя, да, как владелец велосипеда, там, знаешь, который вот прямо... Слушай, нет. Нет такого эффекта? Такого эффекта нет. Этот эффект у меня пропал после Бревита 200 километров лесного. В общем, после того, как я навешивал сумки, вот у меня здесь стоит наклейка. В общем, после того, как я приехал после Бревита, я обнаружил то, что у меня весь велосипед покоцан, рама протерта, вот я наклеил наклейку. В общем, это для меня был опыт. Лакокрасочное покрытие. Ну, наверное, не самое топовое здесь. Как и везде сейчас. И было обидно, потому что цвет очень такой уникальный. Надписи перекрашивать велосипед я, наверное, не буду. Я сперва позагонялся, расстроился. Сейчас не парюсь. Это такой прям реально Ронни. Уже такой? Это прям Ронни, да, боевой велосипед. Самурай. После того, как я проехал на нем Бревит 200, он реально потерял хозяина. С хозяина сошел с ума. Скажи теперь краткий совет, пожелание для всех владельцев карбонных велосипедов, карбоновых вилок. Они протираются, да? Слушай, они протираются, и я, например, четко понимал, что мне нужен велосипед, у которого будет... Внешняя проводка тросиков. Внешняя проводка тросиков, да, не внутренняя. Внешняя, потому что я показался на внутренней, она шумит, там есть свои нюансы. И как бы, в общем, так. И обслуживание. Если у вас не внутренняя, то смотрите очень внимательно. У Ронина, как бы... В общем, такая вот история. И это, кстати, наверное, скорее всего, болячка на всех. Я тебя видел в городе. Скажу для наших зрителей, что познакомились мы случайно. Там я ехал на мероприятие, и я ехал туда на машине, и встретил Хаша как бы на велосипеде. Он ехал в городе такой весь бодренький, красивенький, на Гревеле. Ну, милое дело, встретить человека на Гравине, там где-то в городе, посмотреть. Ты на этом велосипеде, в том числе, и по городу гоняешь. Слушай, да, это мой повседневный велосипед. Сейчас это мой единственный велосипед, на котором я езжу. Везде и всегда. Мне кажется, что на Гревеле в городе немножко как на тракторе. Излишне, да? Ну, как бы, я катаюсь, и, в принципе, я себя чувствую бодро. Мил, у меня пролетают хрупкие люди на шоссейниках. И я просто... И тебе немножко. И мне немножко как бы непонятно, то ли что-то у меня не так, то ли лыжи не едут, то ли у меня... Ну, понятно. Вот такая вот стоит. Собираешь сейчас шоссейник, буду смотреть. Ну, в общем-то, здесь в стоке стоят неширокие покрышки. Это 38-е же Paneracer, да? Не сказал бы, что это прям какие-то трактора, и они еще такие... В принципе, у них поверхность такая полусликовая. Довольно-таки для города, мне кажется, нормально. Хотя, опять же, если гонишься за скоростью, конечно же, нужно... Ты не думал поставить сюда второй велосипед? Если я куплю сейчас колеса, поставлю колеса, это этими колесами не закончится. Поэтому я... Объясни. Потому что я начну... Я куплю себе 100%. Ну, допустим, поставлю кассету. Соответственно, мне нужно полностью менять группу. И типа делать шоссейный велосипед. То есть ты боялся встрять на апгрейд? Да, да, да. Встрять, ну, как бы... Не то, что встрять, именно увлечься. Что у меня другие дела. Это было бы там прям... Просто я реально горел этим велосипедом на тот момент. И решил все-таки не трогать авторронен. Оставить все так, как есть. И, соответственно, собрать себе уже на шоссейник. Прям полноценный. Мне не хватает скорости, честно. Но когда я, допустим, у нас есть мастерская, я настраиваю велосипеды какие-то, выкатываю их, проверить скорости. Катаюсь на разных велосипедах, на топовых. И понимаю, что вот этот комфорт, который дает Ронин, его нет ни на одном топовом велосипеде. На шоссейнике, я имею в виду. И вот, в общем, я думаю, между... Ну, что мне надо? И понимаю то, что мне нужно два велосипеда. Один должен быть Грэвел, один должен быть шоссейник. М плюс один. То есть этот гравильный велосипед останется в твоем мире гравильным? Ты его не будешь ничего с ним делать? Никогда его не буду продавать и никогда менять не буду. Так, он у тебя во владении сколько уже находится? Слушай, я купил его в прошлом году. Я думаю, что в мае месяце уже будет год. Уже будет год. За это время что с ним произошло? Какие-то апгрейды, что-то сточилось, перетащилось? Слушай, ничего я на этом велосипеде вообще не делал. Цепь на парафине. По запчастям ничего не менял. Все стоит стоковое. Переул на бескамерку, я слышал. Да, единственное, что велосипед берет с камеры, я перевел на герметик. И, кстати, герметик уже тоже ровно год назад я его заливал. Катался зимой и летом. И его даже не менял. Здорово. Он мне там сухой, правда, я это все знаю, но никак руки не дойдут. Седло, обмотка, все равно. Седло, обмотка родное. Хочу сразу сказать, что вот такая обмотка, которая стоит на авторе SL, ее нет нигде. Она очень крутая. Какая-то крутая. Я на ней, в общем, попал ДТП на этом велосипеде. И покосал эту обмотку. И такую обмотку просто не найти. И поставил на этот велосипед 540-й педаль шамановский. В СПДшке. Скажи, пожалуйста, ты озвучил такую фразу про путешествие, про то, что ты хотел доехать из Санкт-Петербурга куда-то очень далеко. Твое путешествие уже совершилось или оно только в планах? Это в планах. Я хотел осуществить это в прошлом году. Соответственно, это не получилось. Там обстоятельства всякие разные. В этом году хочу все-таки сортануть. В сентябре месяце. Думал о палатках и обо всех вот этих там байкпакинских историях. Но есть там один товарищ. У меня, если не познакомиться, в Дагестане. Он проехал из Москвы в Дагестан. Он доехал на уколах и очень синим не отговаривал. На обезболивающих. Да, да. В общем, он немножко не подрассчитал и уговорил. Ну, не уговорил, он просто поделил своим опытом. И я понял, что это, скорее всего, будет ночлег не в палатках, где-то в гостиницах. Но, к сожалению, у нас все суровое. Грубо говоря, ничего не развито так сильно. то есть какую-то... То есть нужно очень тщательно подобрать маршрут. Все-таки с собой что-то вести. Что-то с собой надо будет вести сто процентов. То есть какой-то маленький даже спальник или что-то такое. Да, да, да. Но ты от своей идеи не откажешься. Ты поедешь, эти 2000 километров поедешь. Я поеду точно сто процентов. Просто не решил еще как. Не решил как и не решил с кем. Многие люди, которые более опытные в путешествиях на дальней дистанции, они мне сказали то, что лучше ехать одному в первый раз так далеко. Потому что в пути возникают разные ситуации. У каждого человека своя подготовка физическая, ментальная, скажем так. И если, допустим, кто-то будет отставать, это создаст какие-то сложности. Либо ты будешь от кого-то отставать. То есть лучше ехать одному, либо с тем человеком, которого ты прям хорошо знаешь. Как бы вот такая вот история. И я, в принципе, думаю, что это аналогично. Согласен. А расскажи, пожалуйста, свои, если ты помнишь или можешь их воссоздать, свои максимально какие-то первые такие эмоции. Ты уже получил этот велик, собрали, тебе привезли, ты вот сел и прям после своего Старка-шутера или не знаю, как у тебя что-то было, ты сел за этот ранин и, значит, ты погнал. Что ты тогда, может быть, помнишь, ощущал? Слушай, я ощутил эту легкость педалирования и эффективность. То есть, я тратил намного меньше энергии, грубо говоря, но ехал быстрее и прям очень легкий. Он, кстати, очень легенький велосипед. 10 кг весит. Да, он там 10 кг. Позже, конечно, я осознал, что это не про вес, но ощущения были прям легкие, как будто я парю. и, естественно, когда я встречал на перекрестках, на светофорах велосипедистов, мне все, типа, показывали, вау, типа, что за велосипед? И все начинают, и все почему-то трогали мою вилку. Это карбоновая вилка? Я говорю, да, карбоновая. Я думал, даже делать наклейку, типа, карбоновая вилка. Это карбон. Это карбон. И мне нравилось ловить взгляды людей в теме. Те люди, которые не в теме, они все равно не понимают в велосипедах, это нормально. Но когда люди меня начали спрашивать, я даже не думал, что он такой популярный. Потом я познакомился с ребятами из велосреды и подписался на ТГ-канал автор Ронина. Оказывается, есть прям группа, и там все счастливые обладатели авторов. Но не СЛ-ек. Всяких разных. СЛ-ек ни одного я не видел. Скажу так, за год владения этим велосипедом я этот велосипед не встретил нигде. То есть ты, можно так сказать, практически эксклюзивный такой вот человек с эксклюзивным велосипедом. Эта, кстати, эксклюзивность, она немного так подбадривает в жизни. Слушай, да, классно то, что он уникальный. И я вот участвовал в разных забегах, точнее, не забегах, а заездах. Заездах. пошли-поехали. Там были генеральные консулы разных стран. И вот был как раз консул Чехии. Это, кстати, чешский велосипед. И он очень похвалил этот велосипед. Он говорит, типа, слушай, а что это за бренд? И что это за модель? Очень стильная. А он постоянно ездит на работу на велосипеде. То есть это была не акция на работу на велосипеде, но, в общем, слушай, я уже не вспомню, но были консулы, и они все, кстати, катаются на велосипедах. И это была не просто там какая-то PR-акция. Они реально катаются на велосипедах. В общем, когда мне начали говорить какие-то там консулы, какие-то, в общем, люди, скажем так, с нормальным достатком, что, типа, велосипед классный, и это меня подбодривало и давало, как сказать, такую, типа, мотивацию его вообще не трогать. Как он есть, так есть. Здорово. В самом начале ты рассказал про Мичуринский марафон. Это же чисто МТБшная тема. И ты туда приехал в своем гравильнике и проехал его? Так, нет. В этом году в тестовом варианте был запущен владельный зачет именно по гравилам. По гравилам. Да, да. Я перекинул свою заявку, там было 65 километров и было 20 километров. Да, да. И, в общем, я перевел себя на 20 километров, наивно я полагаю, что там тоже будет гравил. Как оказалось, гравилов, кстати, там было немножко, по-моему, я был и еще человек какой-то на гравиле. И зачет по гравилам считался только для тех, кто проехал полную дистанцию. В общем, я в зачет не попал, проехал, но это был мой первый опыт. Скажу так, что велосипед с ним отлично справился. А это достаточно техничный вообще-то трек Мичуринский марафон. Там есть и спуски, и корни. последний финишный подъем. Я думаю, что, наверное, все, кто катались в Мичуринский марафон, его знают. Прям жесть. Я на нем спокойно на последней передаче поднялся, кайфанул. Да, кстати, давай уж, раз у нас байк-чек. Здесь же двойник. Это очень приятно, что не одна звезда. На топовых великах сейчас оставят один. Ставят один, и я как раз-таки чуть ли не отказался от велосипеда по той причине, что здесь два стоит. Сначала. Да, я хотел типа Неролайт. Это очень прям как сказать, пропиаренная тема. Очень много обзоров на это на Ютубе. Все об этом говорят. Все говорят, что хватает передача соотношения. Уже год владею этим велосипедом. Могу с уверенно сказать, что двойник это прям золотая середина. Но все-таки этот велосипед у нас в том числе и для туризма. Для туризма. То есть один, ну, одной звезды я думаю, что будет, наверное, все-таки мало. Тем более, если ты собираешься ехать далеко, тем более, если ты собираешься ехать в горы, тем более, если я куда-то там еще далеко. я эксплуатировал велосипед, в принципе, во многих сказочных условиях. И был приятно удивлен, когда я спокойно заезжал в горы в Дагестане. Там очень большие подъемы, перепады высот. там есть такой популярный перевал, Буйнацкий перевал. Там 6 километров подъема, постоянно по серпантину. И если каждый, ну, кто-то, если будет в Дагестане, обязательно туда должен съездить. Это прям... Ну, на одной звезде там, наверное, ловить вообще ничего. Нечего, да. И вот именно поднимаясь на Буйнацкий перевал, я понял, что две звезды это прям то, что надо. Какой у тебя самый большой на нем был пробег, путешествие? За раз я проехал 30 километров на этой велосипеде. За один присест? Да, да, да. Первый раз это был у меня товарищ, он в Ладейном поле живет. Ему надо было в Ладейном поле по делам. И я недолго думаю, говорю, возьми меня с собой. На великах. Туда привези, я дальше как бы, что хочешь. И он мне привез, это, кстати, Толик, я, кстати, его не поздравил на день рождения. Блин, Толик, снюхай тебя. Может, ты это вырежешь. И, в общем, он меня привез, и я проехал с Ладейного поля, не помню, получилось 180 или 230, что-то, ну, около 200 километров. Это был мой такой первый заезд длинный, как бы, на этом велосипеде. До этого я катался далеко, и потом я поехал с Луги в Питер, с Питера в Лугу. Короче, большие расстояния к тому, что ты на нем уже проезжал. Стоковое сидение, все стоковое, все нормально. Слушай, вот я вот просто продаю велосипеды, и всегда, когда кто-то покупает велосипед, я не рекомендую сразу покупать к нему седло. Я говорю, ребят, покатайтесь, и вы поймете. И, в общем, то же самое сделал себе. Покатался? Покатался, и понял, что мне, в принципе, я хотел там купить там, Брукс, все дела, но, понял, что это... Автор Гуру, по-моему, назвать. Это у нас стоит как раз Автор Гуру, и сидло, кстати, нормальное, классное, мне прям, прям нормально. Главное, ну, наверное, в памперсе. Я постоянно в памперсе. А, ты в памперсе, ну да. Давай, я спрошу о такой теме интересной, как байкпакинг, вес, что к этому велосипеду у тебя уже есть, что ты, может быть, хотел бы, планировал бы на него навесить, сумки какие-то, и все эти дела. Слушай, вот пробовал ставить на этот велосипед баул, он радует глаз. Отсидельный баул. Да, да. Мне он по стилистике нравится. Я его себе поставил, и понял то, что баул, он, наверное, не для меня, не для меня, он раскачивается, есть специальный баул с каркасами там. Я для себя понял, то, что мне байкпакинг точно не нужен. Я поставлю себе какой-то рюкзак легенький и какую-нибудь сумочку. И это, наверное, На вилку, на вилку, да. Какие-то штуки. Да, я как раз взял специальный багажник под сумочку. Установил, все классно работает, покатался даже, но, как бы, я понял то, что если я куда-то поеду, то я поеду, наверное, на лайте. Кредит карт-тур, так называемый. вот, как бы так. Ну, понятно, друзья, у нас сегодня на обзоре непростой ветчик все-таки. Когда-то, напоминаю, стоил, да, там, почти 200, даже за 200, сейчас страшно сказать, он стоит 300, в общем, за 300 тысяч рублей. 300 тысяч рублей. Кстати, ну, он не выглядит, на самом деле, прям таким уж каким-то вау, в этом я считаю его достоинство, то, что он скромно, на самом деле, выглядит скромно, но внутри имеет все очень топовые компоненты, здесь же гидравлические тормоза, естественно, да, здесь, ну, нормальные колеса, на уже нормальных втулках, здесь двойник хороший, и, что там, GRX стоит, в общем, кассета, система, все-все-все, здесь самое, ну, нормально, самая кареточка Holotech, да, ну, я не знаю, ты, кстати, не думала сюда поставить какой-то карбон, может быть, дорогущий? Слушай, нет, я не фетишист, и к этим всяким штукам отношусь очень просто, мне не хочется там кого-то удивить, я этим не занимаюсь. Вес облегчать, в общем-то, здесь особо, он нормально весит. Это гравинник, и это такой, он позиционируется, кстати, как Cycle Cross, очень такие прям большие зазоры у него, это велосипед не про вес, и это надо понимать, то, что производитель сделал продукт вот с таким весом, это уже надо делать низкий поглон, как бы. Я, кстати, был удивлен, то, что я поменял герметик, то есть, у меня стояли камеры, и выиграл я всего 30 грамм, 30 грамм, ни одного прокола, ни одного прокола, так, а ну-ка, прорекламируй гермет, который там внутри стоит, стоит герметик, Dion's, это отечественный продукт, классный герметик, показал, причем, какая история, не было нормальных цен на герметики, я вышел на производителя отечественного продукта, купил их герметик, пробную партию, залил к себе, катаясь до сего, с блестками, нет, без блесток, без блесток, как бы, без блесток, и, в общем-то, могу сказать, что это прям годный герметик, я его, кстати, сейчас нормальную партию заказал, с продукт проверенной, и у меня ни одного прокола нет. За год? За год. В общем, могу сказать так, я поднялся, катался в горном Дагестане, со своим товарищем, он пробился в этот день три раза. На камерах был? Да, он был на камерах три раза, то есть, проехал по тому же маршруту я, я просто колючка выдернул, там есть такие колючки, это, кто знает, это в Тарках, Козья тропа называется, в общем, я там был первый раз, и там колючки, такие растения, в общем, я их просто так вот выдергивал, и у меня в одном месте только вылез герметик, там, беленький такой прям, ну, я плохо вижу, и подумал, что это, наверное, просто звезды отсвечивают, так, покрышки. А мы с ним прокатались, примерно, в прошлом летом, и он пробивался на всю, на всю протяжении, наверное, наших каток, там, раз десять, наверное, постоянно он менял камеры. Ужас, ужас, Слушай, да, это ужас, путешествие, это прямо, это не очень прикольно, занимает время, отнимает время, ты, естественно, допустим, едешь, у тебя там свои кондиции, ты горячий, да, и грязный, потом, это не очень комфортно, но благо, у него, кстати, был электронасос, электронасос, классная тема, и я, слушай, прям кайфанул, это была первая, прям, практика, в экстремальных условиях, подкачка, классно отрабатывает, и, в общем-то, понял, что герметиком я не промахнулся. Кстати, хотел тебя спросить такой вопрос, не доводилось ли тебе твой велосипед, вот, с обычным Ронином, который у нас, куча, вот этих черненьких, да, вот так вот, лоб в лоб, может быть, не знаю, с кем-то беседовать, общаться, вот так вот, чтобы вы вместе стояли, значит, так вот, сопоставить. Да, сопоставить, в общем, я там познакомился с парнем, это была гонка сквозь, осенью, девятая гонка, девятая гонка сквозь, я там встретил парня, на авторе Ронине, и еще одного встретил на авторе Аура, изначально, ну, как бы, визуально, кстати, автор Аура был тоже в этом же цвете, я изначально подумал, что неужели я встретил автор Ронин, второго в городе, третьего, такого быть не может, я подошел поближе, и понял, что это автор Аура, и они начали там, вау, такие удивления, слушай, зря я не купил себе ESL, блин, слушай, вот эти там, у них эксцентрики, они там начали жаловаться, что у них там трассионная жесткость, я говорю, это все понятно, это теория, ты реально почувствовал, как бы, что у тебя там болтается колеса, потому что я, допустим, на эксцентриках это не чувствую, и здесь стоят оси, да, тут, наверное, надо быть супер профессионалом, чтобы это почувствовать, их велосипеды стоят, примерно так, раза в два, дешевле, да, и, в общем-то, говорить, что, вау, я хотел бы тоже на своем велосипеде, за два раза дешевле, тоже самое оборудование, есть ребята, которые работают там в веломагазинах, и у них был вариант купить этот автор, Роль Несель, так, но они купили себе ауру, в принципе, довольны, у одного, кстати, разбилась вилка, карбоновая, что случилось, он, какую-то яму, по-моему, поймал, она прям сломалась, эта вилка, вот это да, и, как я помню, они через Европу заказывали, по гарантии, им вернули, ему отдали деньги, в общем, такой вот, казус был, вот, и когда ты встречаешь человека на авторе Роль Ни, то, примерно, можно выключать телефоны, все, уходить от всех, и вы просто начинаете разговаривать, зацепляетесь языками, и это прям надолго, и это прям такое, реально, братство, все очень удивляются, всем этот велосипед симпатизирует, прям, какую-то, от него прям автор, ну, от него прям аура такая идет, ну, аура от того идет, от твоего идет, это реально самурай, сейчас, когда ты на своем велике, на этом, не знаю, вообще, эксплуатируешь его, и встречаешь какую-нибудь, ту же самую меритку с Алекс, вот сейчас уже, ты спокойно с Алексом, относишься, ну, или к каким-то другим, слушай, в тот момент, когда я купил себе этот велосипед, я еще, у меня были мысли, там, сделал ли я правильный выбор, если бы я тут, тот купил, тот лучше, к нам, очень часто, приезжают, эти, Миридас Аликс, это, как выяснилось, очень популярный велосипед, прям, очень, могу сразу сказать, что просто автор Ронин, недооценен, потому что он выглядит, немножко, там, дешевле, он не такой стильный, автор, Ронин, он, он, пацан, Миридас Аликс, это такой, знаешь, мамин фаборит, наверное, занизанный, такой, симпатичный, там, наверное, для офисных планктонов, не знаю, для кого, в общем, для тех ребят, кто хочет, типа, соответствовать самым последним, наверное, пискам моды, это такой модный велосипед, рад, что я купил именно автор Ронин, не Аликс, сейчас, у меня есть возможность купить Аликс, но я его никогда не куплю, потому что, твое сердце уже здесь, мое сердце уже здесь, да, и это, это реально, надо испытать, можно об этом долго говорить, но надо попробовать один из, давайте я, друзья, скажу вам свои размышления, по поводу вот, такого типа велосипедов, их на самом деле, не так много на рынке, но все, которые есть, безумно мне нравятся, вот этот концепт, это стальной велосипед, и карбоновая вилка, у Джамиса есть Ренегат, такой велосипед, да, вот этот автор мы имеем, не знаю, буквально еще, может быть, какие-то скажете, их на самом деле, немного, в чем прелесть, это велосипед, они высокого уже уровня, на хорошем все оборудование, хорошее, классно велики, там вес на самом деле нормальный, уже около десяточки, вот так вот, и это велосипед, о котором не следует вот так вот трястись, да, и сдувать пылинки с него, потому что все-таки он стальной, все-таки у него все основание стальное, когда ты его повезешь в свое путешествие, там, закинешь его багаж, и ты не будешь, скажу вам, как обладать полностью карбоновым велосипедом, ну, то есть, сердце всегда екает, к машине его пристегиваешь, куда-то ты его там, и ты вот все время смотришь на эти перья, смотришь на, ну, смотришь на вот эти его места, которые у него и рама, и вся такая, выглядит хрупко, и в общем, у тебя сердце постоянно, на самом деле, вот екает, что с ним не произойдет, с этим велосипедом такого не будет, потому что это все-таки металл, это сталь, и при этом, я говорю, он нормально весит, это не какой-то там 13-килограммовый, как тот же самый Марин, ну, это разного класса устройства, здесь байтинг, трубы действительно легкие, велосипед, поэтому действительно получился легких, ну, мы имеем, все остальные велосипеды, они весят прилично, мне не нравится, в принципе, единственное, что в стальных велосипедах, это их вес, в настоящих турингах, ну, вообще там вес бывает некомфортный, и 13, и 14, и даже больше, 11,5, это уже велик, который, ну, без обвеса, весит почти пятнашку, это, ну, дофига, признаться честно, здесь мы имеем очень легкий велосипед, и в этом плане, конечно, у него огромное преимущество, так вот, вот этот вот класс велосипедов, сталь и карбон, это прям вот, ну, очень, очень, я тоже в свое время, ну, засматривался на эти велосипеды, ну, в общем, как-то так, имею сейчас честь обладать карбонным велосипедом, в принципе, у него тоже, конечно же, есть свои преимущества, ну, вот, вот этот класс велосипедов, вот этот тип, да, конечно, где-то в моем там сознании, тоже до сих пор находится. Ты, кстати, хотел еще сказать о какой-то вещи? Слушай, хотел сказать о том, что у людей стереотип про то, что сталь, но она тоже разная. Это у нас хромоль. И то, что велосипед может заржаветь, и он очень тяжелый. В общем, это все миф. Мы столько не живем. Даже в Санкт-Петербурге у нас болото и сыро. Велосипед, я думаю, что переживет несколько раз нас, и наших детей. Этот велосипед рама не сгнет. Многие люди, я смотрел на форумах, их заливают антиковером. В общем, этого всего я, кстати, не делал. И... Оранжевых компонентов у меня нет. Не переживаешь. Я не переживаю, да. Хочу сказать, что у каждого сплава, будь это алюминий, это пусть, допустим, хромолибден, как у меня здесь, у них есть свои функции. То есть, свои свойства. Свойства именно хромолевые рамы я ощутил на себе и понял, что реально классно. Он прям такой мягенький. И он... Когда ты, допустим, крутишь, едешь... Это особенно чувствуется по гравию. Когда ты едешь, грубо говоря, твоя вся энергия, которую ты вкладываешь в педали, она к тебе возвращается. Это какой-то некий кэшбэк. Любой кэшбэк к путешествию, это как бы неплохо, да? В общем, вот такая вот история. Что же круто. Я, кстати, хочу отметить швы на этом велосипеде. Да, на старинных версиях швы они делали, наоборот, такими выпуклами, прям цветом их выделяли, чтобы было видно некрашенные вельки, что-то в этом было, такой, эстетика швов. Здесь вот швы, которые примыкают к рулевому стакану, они прям вообще идеальные, такие вот сделаны. То есть, в этом плане здесь трубы действительно это достоинство украшения этого велосипеда. У него цвет, короче, он выглядит очень-очень так сдержанно, даже если ты его где-то увидишь, ты так, ну, может быть, типа, что за велик какой-то там невзрачный. Ну, на самом деле, в этом, наверное, была какая-то идея. Мне кажется, у инженеров была какая-то идея, чтобы он так спокойненько, спокойненько выглядел. Друзья, очень классный велик, на самом деле, я не зря за ним гонялся, и не зря нашел как раз такого владельца замечательного. Сегодня мы так встретились. Надеюсь, еще, кстати, встретимся с Хашем, потому что он озвучил ту идею, что поедет на этом велике 2000, там, отсюда в Дагестан своим ходом. Неважно даже в каком формате, там, кредитка Артур это будет, или он там будет где-то частично ночевать. Самое главное, что это все во время будет происходить именно на этом велике. То есть, нон-стоп там какое-то время. Надеюсь, без обезболивающих ты как-то сможешь доказать, потому что все-таки экваметраж конечно же большой. Даже, наверное, не хочется перечислять. Он на осях, давайте быстро. Он на осях, на двойнике, он на десятке, да, у него 2 на 10 колеса на бескамерке, все уже было готово к бескамерке, просто завел герметик и поехал. Руль, вынос, подсидел алюминиевый, да, ну, соответственно, трубы Рейнольдс крутые, с байтингом, с настоящим байтингом, вес 10, в размере 52 там, да, десятку он будет весить. Лаутек, там сквозная ось, ну, как вы видите, кстати, GRX тут какой стоит? 600-й, GRX, 600-й, на 11-й, на 11-й. На 11-й? А, почему я подумал, десятка? Ну, 11-й, даже круче, 11-й и GRX-600 уже, как бы, видите, чуть-чуть не дотянул до 800-ки, да, я думаю, ему за глаза этой 600-ки хватит. То есть, в принципе, по параметрам, он очень простой, понятный велосипед, и все у него главное внутри, а снаружи он такой, как вы видите, спокойненький, такой и, в общем-то, сдержанный велик. Кстати, скажи, может быть, напоследок всем людям, которые так вот посматривают на этот велик, может быть, там сомневаются, или может быть, вот у них есть какие-то такие внутренние, душевные, ну, вот как ты мог бы развеять, может быть, сомнение этих людей по поводу этого велика? Ну, опять же, у людей просто стереотип, что этот велосипед, наверное, не стоит своих денег. Вот так вот. Людям, многие выбирают визуальный велосипед. В общем, могу сказать так, если вы мне поверите на слово, этот велосипед стоит того, я могу сказать, почему. Во-первых, у нас группа топовая, реально топовая, хорошие тормоза, они там охлаждаются, как бы, потом стоят втулки Mavic, обода Mavic, все под безкамерку, рулевая колонка под промах, то есть, все на промах. И, соответственно, стереотип о том, что этот велосипед, ну, типа, что-то дешевый, типа, это что, хромолевый велосипед за 200 тысяч, да ты что, типа, ну, чувак, а что ты, меридусалец не возьмешь? Ну, то же самое, что, ты, допустим, купил машину, и там, приходит твой друг, говоришь, слушай, вчера такую же машину продавали дешевле. Типа, вот такие хейтеры. Я на этом велосипеде постоянно катаюсь, и когда меня люди видят, мои знакомые, они говорят, Хаш, сколько вот стоит, ты же там, типа, как бы, вы можете позволить купить велосипед, ну, тысяч 60, наверное, стоит, да, тысяч 70, я говорю, слушай, типа, чуть-чуть, может, подороже, да, слушай, ты что, дурак, а что ты мне купил бы, там, ты же за эти деньги мог еще лучше купить велосипед, там, типа, да, там, не знаю, красный, 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 в общем, если вы хотите себе велосипед технологичный, с большим потенциалом, и не гонитесь за залезанными швами, и хотите прям такой брутальный велосипед, это про тот велосипед, это именно автороним, он, кстати, он очень агрессивный, в плане посадки, это прям не туринг, это больше циклокросс, еще один момент, который хотелось бы обсудить, что ты знаешь по поводу вот этих вот рам, вот этих поломок, я слышал, вообще имеет место быть, да, какие-то и трещины рам, и какие-то отказы, и все, в общем, какие-то, так скажем, гарантийные случаи, но тут дело такое, даже, можно так сказать, темное, потому что, уходят такие слухи, что, в общем, есть какие-то нюансы с этими велосипедами, тут же, да, ты уверенно подметил, есть нюансы по этим велосипедам, а нюансы заключаются в том, что, несколько раз от веломехаников, там, с Москвы, ребята мне писали, то, что, Хаш, что у тебя с рама, все нормально, я говорю, да, все нормально, вот к нам уже третий раз приходят слопнутые рамы, то есть, в месте, вот здесь, в рулевой колонке, было два раза в одном месте, нижняя труба была лопнула, но это было на обычном родине, я не могу сказать, кто эксплуатировал, и какие условия были, лично я могу сказать так, что, я прыгнул, примерно с метра, на этом велосипеде, на скорости, и, в принципе, ничего не произошло, я испугался за карбон, то, что вилка карбоновая, но, в общем, ничего не лопнуло, как бы у меня, возможно, это у меня, возможно, люди, которые эксплуатировали велосипед, эксплуатировали его неправильно, но, поломки, я слышал, то, что есть, все, рамы лопаются, вот эти, хромалевые, вот этот момент был, несколько раз, и ни от одного человека. натыкался на эти сообщения. И еще был, я был в группе, авторонин, в телеге, и там тот же человек продавал, свою раму, треснутую, треснутую, да, она не трескается, она просто в этом месте лопается. Что он говорил, что он говорил? Он ругался. Нет, прям на ровном месте, ехал, ехал, и, слушай, ну, я так понимаю, какой вес у него был этого человека? Слушай, вот это я тебе не скажу, но, велосипед был в эксплуатации несколько лет. Несколько лет? Ты знаешь, точно, человек там куда-то в Европу ездил, даже на нем. Эти же рамы, они же варятся? Они варятся, они ремонтопригодные максимально, то есть, даже если вдруг что произойдет. Фишка этого велосипеда в том, то, что, ну, хромой левого, да, туринга, то, что ты можешь в любом месте, у дяди Васи, у Ашота, приехать, приварить, там, заварить, и поехать дальше. Подсуммируем этот вот такой вот небольшой, не очень приятный блок. Если вдруг случится со своим что-то, Ронином, в общем-то, ну, его можно починить? Слушай, его можно починить. Заварить? Его можно заварить, естественно, есть благо, как бы, технологии, есть люди, стапели, это все делается, он полностью ремонтопригодный. Ну, что, друзья, завершаем эту нашу классную беседу, рвем шаблоны сегодня по поводу этого велосипеда, кто-то мог сказать, что он там пенсионерский, ну, на самом деле, по факту, обычный авторонином катался, он действительно агрессивный, как Хар сказал, он действительно такой циклокросс, он действительно прям такой заряжает и нагнетает. В общем, я перед собой вижу, на самом деле, счастливого владельца, на самом деле, довольного и радостного владельца велосипеда. Я вот хотел бы, чтобы все у нас владельцы велосипеда, все вот были вот такие, вот когда уже купил себе велик своей мечты, потом отъездил на нем год, и он тебя по-прежнему продолжает радовать, и ты такой весь сидишь довольный, и прям тебе, ну, есть что о нем сказать, и ты ни о чем там не переживаешь, что где-то что-то слукавил. Вижу человека, который, ну, ни в одном слое в общем-то не слукавил, все ему нравится, все ему... Сегодня на канале 26-ое колесо в магазине Велобосс у нас хаш, владелец вот этого замечательного автора Ronin SL 21 года, который сейчас стоит, в принципе, уже так довольно-таки топово, но стоит своих денег, как мне кажется. Денег своих стоит, 100%. Потому что, если мы даже подшистим Авито, посмотрим, то что вот такая группа стоит от 100 кай. Просто группа. Просто группа, без рамы. Раму там отдельно я видел, продавали на Авито 100 с чем-то тысяч, просто рама. Это не сет, не фреймсет. Понятно. Друзья, напишите свой классный комментарий по поводу вашего велосипеда. Конечно же, если у вас есть обычный Ronin, напишите. здесь отличий, как вы понимаете, уже достаточно между обычным Ronin'ом и этим. В общем-то, владельцы всех других велосипедов напишите. Здесь одна группа стоит, как может быть, у некоторых людей по два велосипеда. Ну, такова наша жизнь. У нас есть велосипеды попроще, у нас есть велосипеды подороже. На самом деле, на всех велосипедах можно кататься, получать удовольствие. не нужно там, нужно, конечно, смотреть, но не нужно думать, что люди на каких-то там дорогих велосипедах, они прямо счастливые всех на свете. Ну, это не так. Просто хорошие велосипеды, естественно, они дарят позитивных эмоций чуть побольше. Поэтому на такой вот классной ноте, с таким классным велосипедом, с таким классным владельцем будем сегодня прощаться. Напишите ваш хороший комментарий. Владельцу, на самом деле, будет приятно, ну, потому что всегда приятно получать комментарий, да, о своем таком велосипеде, который ты любишь. И увидимся в следующих роликах. Всего хорошего. Пока.